Здравствуйте, дорогие друзья! Вашему вниманию тема Марты – «Жизнь на новой земле не от мира сего». Отец-Абсолют читает Лора. Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! И, наконец, мы переходим к третьей группе людей, проживающих сейчас на земле. На этот раз речь пойдет о Божественном посеве, о котором уже так много говорилось в моих посланиях. Несмотря на то, что эти души сознательно пришли на землю из очень высоких измерений, при рождении их память о прошлых воплощениях была стерта, как и у всех остальных. Поэтому их путь к Вознесению был очень непростым, а некоторым из этих великих душ он и вовсе оказался не под силом, поскольку грубый и жестокий мир третьего измерения буквально подмял их под себя. И в этих низких вибрациях они так и не смогли вспомнить, кто они и зачем пришли на эту землю. И все же многим из этих древних душ удалось выйти на служение, тем самым проложив путь к переходу и более молодым душам. Во многом произошло это благодаря неустанной работе с ними сил света с тонкого плана земли, которые всегда были рядом и плели кружева их судьбы таким образом, чтобы они оказывались в нужном месте в нужный час и встретились с нужными людьми. Конечно, речь идет не только о материальных вещах, которые, безусловно, тоже очень важны в трехмерном мире, поскольку серьезная духовная работа не может проистекать нищете, но в большей степени о тех ситуациях и судьбоносных встречах, которые выводят человека на служение во благо других людей. И не последнюю роль в этом играет общепланетарное сознание, которое, входя в резонанс с сознанием или, скорее, с подсознанием этих людей, выводит их на новый уровень вибраций. Как правило, такие люди сами чувствуют, что их ведут по жизни невидимые силы, и их души подсказывают им нужное направление и нужные действия, и даже, если на первый взгляд, эти действия носят странный и алогичный характер, нередко эти люди удивляют окружающих, привыкших жить и действовать в соответствии со стереотипами трехмерного мира, своими необдуманными и непрактичными, на их взгляд, поступками. Но именно так проявляется их глубинная память, которую вскрывают повышающиеся с каждым днем вибрации Земли. И именно так проявляется взаимодействие их сознания с общепланетарным сознанием Земли. Конечно, происходит это на уровне интуиции, но тем ценнее подобный опыт, поскольку даже этим великим душам не просто освободиться от крепких объятий трехмерного мира, который душит все хрупкое, тонкое, высокодуховное. И сохранить свою душевную чистоту человек может только тогда, когда он входит в резонанс с высоковибрационным общепланетарным сознанием, что позволяет ему идти в ногу с Землей по пути Вознесения. И в следующем своем послании я предложу вам медитацию, которая поможет вам слиться, войти в резонанс с общепланетарным сознанием, чтобы ощутить себя частичкой вашей прекрасной, мудрой и любящей Матери Земли, любящей вас безмерно, Отец-Абсолют говорил с вами.